65 уголовных дел по фактам взяточничества и растраты бюджетных средств в Шимкенте. И это только за 5 месяцев. Наибольшее количество нарушений выявлено в сфере образования, здравоохранения, правоохранительных органах и строительстве. В сфере здравоохранения 24 факта. В прошлом году было 6. В правоохранительной сфере 24. В прошлом году было возбуждено 11 уголовных дел. В строительстве 6. В сфере образования 3. В культуре 2. И одно уголовное дело в социальной сфере. Из 29 привлеченных к ответственности чиновников, 11 – первые руководители госорганов. Из 143 дел, которые были в производстве, 53 завершены следственными мероприятиями. 19 направлены в суд. В Антикоре отметили, по каждому уголовному делу в государственные органы и организации внесены предложения об устранении причин и предпосылок совершения коррупционных правонарушений. В рамках расследования уголовных дел государственные органы внесено 9 представлений, 7 из которых уже рассмотрены. К дисциплинарной ответственности привлечены 8 должностных лиц. В отношении социально-предпринимательской корпорации Шимкента сейчас проводится проверка. В связи с этим мы не можем разглашать информацию. Борцы с коррупцией предусмотрели размер премии за сообщение 10% от суммы взятки после обвинительного приговора. При этом есть некоторые условности и обозначен максимальный размер вознаграждения. Предусмотрено денежное вознаграждение гражданам, сообщившим о коррупционном правонарушении, 10% от суммы, но не более 4000 МРП. После обращения шимкенцев на номер 1424 антикоррупционщики задержали должностных лиц из госорганов, а пяти жителям Шимкента, сообщившим о фактах коррупции, выплатили вознаграждение почти миллион тенге. Шанаро Разова, Ерлан Бексиитов, Александр Крапивкин, информационная служба телекомпании «Отрар».